Так, как и Наталья анонсировала, появляется прекраснейшая девушка в нашей студии. Мама четверых детей. Это же статус мама-героини, получается. Вообще, вы сделали меня на одного ребенка, Анна. Вообще, доброе утро вам. Да, Анна Сапа. Мама, конечно, которая постоянно ищет что-то новенькое. Тем более, мы говорим про эти календари, задания вот эти все. Я не знаю, как придумать этот супергерой. Да, Анна, он ничего не понимает. Это сразу видно. А мы-то с вами знаем про вот это все. Как вы детей настраиваете на Новый год своих? Расскажите, пожалуйста. У вас тут много всего. Да, ну вот я уже не первый год у нас дома появляются адвент-календари. Каждый год это бывает в разное время, зависит от загруженности. И когда вешаем, начинается, собственно, подготовка к Новому году. Анна, за сколько дней, если я вас прошу? За сколько дней вот этот календарь? Вот по-разному. В прошлом году он появился 1 декабря. Повешали, вот как раз вот на этой вот веточке новогодней такой. Крутяк, крутяк. Смотрите. Выгляд как, да? Какая красота. То есть они вот такие подходят, я правильно понимаю? Да, да. 31 конвертик был, и каждый день снимали по одному, там разные числа. Подождите, на каждого ребенка по... Нет. Календарь общий, и задания получаются для всех. То есть там задания такие, написать письмо Деду Морозу, покататься на горках, выпить какао. То есть только совместные задания, чтобы никого не обидеть, да? Во-первых, объединяющие такие, семейные. Во-вторых, они как бы являются этапами подготовки к празднику. То есть постепенно-постепенно мы составляем там список подарков, меню, украшаем дом, украшаем елку, гуляем, получаем хорошее настроение, хорошие эмоции. Карточки? Заряжаемся. Что за карточки здесь у вас? Вот это вот наши прошлогодние карточки, заданиями. Заданиями? Да. Дети открывали вот эти вот конвертики. Валерик, пора слепить снеговика. И выполняли что-то. Я, знаете что, можно я тоже похвастаюсь чуть-чуть совсем. Я принесла свой тоже адвент. Я то же самое делаю, что вы, я знала, что вы придете и готовилась. Я принесла свой, который я тоже сама... Здорово. Эллистративненько так. Да, 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 да. У меня вот такой дома. Вот он, смотрите, он уже такой, он третий год уже такой немножко помятенький, мы его достаем из елки. И тут тоже, вот, получается, за 10 дней. На меня она больше не хватает. И сюда вот кармашки. Вот, например... Подожди, а у тебя также двое детей. Ты как, общие делаешь задания или как вот ты делишь? Ну, вот в этом сложность. Вот не дадите соврать, что это же нужно сколько? 10 заданий придумать, 10 подарочков. А, у вас, кстати, подарочки тоже есть? Да. Как вы их там поширете? Да, иногда, но не каждый день появляются конфетки какие-то, мармеладки, шоколадки в конвертиках вместе с заданием. Иногда какие-то украшения для дома. То есть, допустим, если у нас было задание в том году сделать новогоднюю подвеску уличную, залить форму водой и сделать такую подвеску изо льда, которую можно повешать на елку. Так, получается, сегодня у вас будет старт вот адвент-календаря. Вы видели, уважаемые зрители, что происходит? Она постоянно на голове что-то надевает. То есть, сегодня у вас будет старт календаря, да, я так понимаю? Или нет, в этом году вы попозже сделаете? Возможно, но не могу обещать. А то дети сейчас смотрят, мама скажет, давай готовь нам этот календарь, будем выполнять все задания. А вот, слушайте, а есть еще такая версия, что, говорите, это Дедушка Мороз вам все делает, вот, или нет, или вы честны с детьми? Да, вот у нас, когда появляется календарь, когда я вешаю его, гномики или эльфы-волшебы начинают приносить задания и подарочки. А, ну просто мама согласовывает все задания с эльфами, с гномиками и с Дедом Морозом. Ну, конечно, а это на самом деле не очень просто для ребенка. Вот скажи тебе, Валерик, прочитай вот прямо сейчас новогодний стишок. Только мама меня так называет. Валерик, я прочитаю. Подумай об этом. Тихо светит луна, ла-ла-ла-ла-ла, там дали за рекою. Та-да-да-да, ты веселый ковбоя. Ну вот. Проскакали ковбои? Проскакали ковбои. Ну ладно, а ладно, зачет. Хорошо, хорошо. Вы большая молодец. Я думаю, многие сейчас родители и папы в том числе должны поучаствовать в создании вот этого адвент-календаря. Ну хотя бы, по крайней мере, выполнять задания. Ваш выполняет, кстати, участвует? Мы гуляемся вместе, катаемся, делаем какие-то домашние дела, которые можно сделать. Как это сближает? Я тоже хочу, чтобы мне сделали вот этот календарь с заданиями. Так что, пожалуйста, там моя жена, если смотрит меня, если смотрит, пожалуйста, сделайте для меня календарь. Значит, тебя смотрит сейчас не только твоя жена, я тебе скажу. Вот пока мы... Вот, кстати, мы передаем привет вашей семье, нам показывали сейчас ваши фотографии такие милые новогодние. А знаете что, я подумала, в каком-нибудь эфире сделаем мы. У меня же есть адвент, напихаем мы всяких разных сложных заданий. Давай за несколько дней до Нового года, давай. Пусть потом это выполняет. Хорошие идеи же, да ведь? Это вообще очень радостно. Итак, в нашей студии Анна Сапа, человек, который действительно любит творчество, и она это продемонстрировала, занимается вот этими календарями. В общем, если совет нужен, пожалуйста, найдите ее в социальных сетях, она вам подскажет. Да, да, да. И Анна, мы вам говорим с наступающим. Ну да, она все-все торопит, все торопит Новый год. Я говорю, подожди, ты еще есть дела, которые необходимо выполнить. Сейчас мы немного прервемся, уже финишная прямая, а там же я еще обещал вам статистику продемонстрировать в этом году, где будут россияне отмечать Новый год.